здравствуйте друзья хотел пару слов сказать о том что вот очень много народу пытаются как-то продвигать свои ресурсы видео или веб-сайты вот на ютюбе например и как продвигать они ходят по чужим видео наверно они делают какой-то поиск ищут видео по определенной тематике я так понимаю да и дальше оставляют какие-то свои там ссылки на видео или на просто страничке это обычно идет с каким-то таким достаточно стандартным текстом лучшие там что-то я не знаю там я тебя научу как я сам научился зарабатывать я тебя сейчас научу и так далее то есть есть какое-то количество таких стандартных схем и вот я бы сказал что практически вот эти вот усилия они сегодня обречены на полное ну как бы сказать неэффективное абсолютно неэффективное существование потому что у ютюба встроена защита даже если вот блогер например ничего не делает то там уже встроена защита например человек пришел там на чей-то канал и оставил одну ссылку оставил другую или скажем сообщению копипейст там не только ссылка но и сообщение тоже если он это сообщение там несколько раз копипейст 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 ютюб его уже идентифицирует как потенциальный спам и отправляет его видео на модерацию не видео но вот этот текст комментарий отправляет это все на модерацию и может быть первые две еще как-то пройдут а дальше уже понятно что это что-то подозрительно какая-то активность и его на операцию хоть ты тысячу их там оставь ни одна вот кроме первых двух может быть ни одна нигде не появится кроме того есть ключевые слова по которым блогер имеет возможность отправлять что-то на модерацию то есть если эти слова написал то в нужном месте на канале то каждое сообщение которое содержит это слово значит оно отправляется на модерацию у меня там этих слов наверное я боюсь собрать ближе к сотне с опытом просто так приобретаешь что некоторый опыт но накапливаешь накапливаю вот и и похабщина и какие-то политические всплески там чего угодно то есть можно оставить там где никто не читает знаете и никто не контролирует и как бы всякая дрять ну да все равно потерь потери времени чудовищно и самое интересное что оставляют они эти ну как спам свой вот этот обычно оставляется на видео которые уже сколько-то повисели набрали какую-то статистику и собственно никто их и не смотрит ну то есть если допустим вышло сегодня что-то и там будет 5000 просмотров и вот я сегодня прямо подуспел и сразу что-то туда бросил и так далее и она еще прошло что на самом деле вот на нашем канале просто не получится но вот в этом случае есть шанс что хоть кто-то прочитает понятно что не все люди и видео то смотрят а уж там комментарии читают еще меньше но хоть кто-то что-то прочтет может быть даже кликнет на твой спам несчастный но когда это оставляют на видео которое уже не первой свежести я думаю это просто люди с одной стороны как бы у них привратное понимание того что такое привычный бизнес потому что ни один человек заинтересованный в привычном бизнесе на такую дрянь кликать не будет это нужно уже и аудиторию такую соответствующую я уж не знаю там для развода что ли для чего их там для кидалова элементарно адекватный человек на спам не может реагировать как на полноценную информацию или даже рекламу там скажем или там что вот но сейчас поменьше этого стало хотя вот я смотрю что вот может быть вторую половину декабря вот там с финансовыми рынками и там с нефтью как-то затихли вдруг тролли которые там чего-то такое пишут про предателей про что там у них темы какие ну в общем что все беды на нашу голову и что нам не простят и расстреляют и повесят и в общем нам нам зачтется вот они как-то затихли было но я скажу что сразу после нового года и может даже там за пару дней до нового года они снова немножко оживились вот и как-то так троллют но но еще раз они сразу все отправляются у нас на модерацию оттуда я их помечаю как спам ну чтобы youtube как бы в курсе был кто у них там оперирует вот и так далее бывает что не спам бывает что не похуже есть категории довольно не симпатичные за которые закрывают канал и тогда поэтому там разжигание ненависти там этнической розни там расовой и так далее ты из другой области немножко чем спам вот поэтому пропаганда там ненависть есть такое тоже поэтому мы как бы как добропорядочные граждане вы так в общем информируем компетентные органы я не знаю насколько им это важно и я не знаю будет ли этим что-то за это случайные люди ходят там самовыражаются таким образом поэтому и в стране проблемы что народ вместо чтобы что-то делать полезное вот вот так сама выражается но другой стороны их трудно винить в этом они наверное не имеют возможности ничего такого хорошего сделать даже если бы захотели так я я сомневаюсь в их возможности так что вот на эту тему просто хотел поговорить потому что то что видит владелец канала изнутри это не то же самое что видит человек снаружи поэтому вот хотел поделиться есть такой знаете даже анекдот что когда ты снаружи смотришь на задницу ты видишь задницу а когда ты изнутри смотришь то ты не видишь задницу видишь свет в конце тоннеля поэтому вот я как бы делюсь изнутри значит тем что мы видим изнутри канала вот а вы видите там снаружи и у нас с вами разные немножко перспективы вот ну наверное вот и все поэтому если вам захочется куда-то пойти какую гадость там написать и так далее вы посмотрите если там в комментариях гадости особой нет это значит что просто вычищается отфильтровывается и так далее а там где гадости люди пишут там читать некому вот такая интересная история то есть там ходит сумасшедшие но нормальный чек туда не пойдет собственно такое мое понимание вот изнутри счастлива